Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который можно видеть каждого. Меня недавно одна поклонница Зеленского практически убедила, что он не просто лучший президент Украины, он первый президент без ГМО и консервантов, потому что все остальные были вредные, а это экологически чистый. Я говорю, послушай, ну что, ну, 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 ну. Она говорит, он же ж Порошенко, он же ж, он же ж продал армию, и он же все это самое, говорю, подожди, стой, подожди, ну, танковые части на севере Киева поставил Порошенко, убрал Зеленский. Чонгар заминировал Порошенко, разминировал Зеленский. Деньги на армию выделял Порошенко, и мы, благодаря Порошенко, 24 февраля смогли все-таки дать отпор, а Зеленский армию сокращал. Он за день до вторжения его гетьманцев сказал, что популизм давать деньги на армию, которая попросила дать оппозицию, и он сказал, на дороге. Она говорит, это во всего, это все не так, это все неправда. Я говорю, короче, где вот они... И я вот увидел, что она не хочет в принципе. То есть у нее реакция отторжения, ей неинтересно. Она говорит, а Порошенко вот воровал. Я говорю, это все наговаривают на Зеленского, наговаривают. Я говорю, подожди секундочку, подожди, стоп. То есть про то, что Порошенко убил брата, замучил трех сестер, пытал своих родителей. Это правда. То есть это не наговаривают. А то, что сегодня о том, как воруют при Зеленском, при том, что нету телевидения, нету. Зеленский узурпировал все телепространство. Тем не менее информация о том, как воруют при Зеленском, это десятикратно больше, чем при Порошенко. Ты что? Но она говорит, я не хочу, я не могу. Нет, вот если бы не он, все равно он так много делает. Я говорю, а ты можешь вот перечислить достижения, если он так много делает, почему нет оружия? Я разговариваю с человеком и понимаю, что виноват кто угодно, но только не она и не Зеленский. То есть виноват получается весь мир. То есть с человеком разговариваешь и понимаешь, ну, Путин он просто плохой. А Порошенко негодяй. Байден, по ее версии, просто мерзавец. Евросоюз, они же издеваются над нашим мальчиком. Они ему мстят за решительность. Я говорю с взрослым человеком. Вроде как бы уже, ну, баба, ну, поскольку имени я не назвал, то честно скажу, в годах. Ах, возраст уже, ну, далеко за Бальзаковский. Вроде прожила жизнь. Вроде не бедная. Так, хорошо не бедная. Вроде книжки читала. Но у нее такой блок стоит. Она, она, она вот сдохнет, но она не признается. Я говорю, подожди, говорю. Вы же в 19-м году выбирали. Вы выбирали между коррупцией при Порошенко. Ну, она была, о ней кричал весь мир. Там и западные наши партнеры там орали о том, какая коррупция, что она никуда не ушла. Они заставляли, вот все-таки заставляли Порошенко вводить там все, все вот эти вот новшества. Шло сопротивление. Я говорю, так подожди, ну, те новшества, которые вели при Порошенко, позитивные, Зеленский поотменял. Как ты к этому относишься? Нет, вот это обстоятельства. Он же, я подожди, говорю, стоп, обстоятельства обстоятельствами, но свободу слова у нас забрал Зеленский. Нет, вот ему можно. Вот вы понимаете, главный месседж, который я услышал от человека, что вот то, что другим нельзя, Зеленскому можно. Вот она убедила себя, причем я понимаю, что она не одна, что даже если Зеленского поймали на глупости, его поймали на воровстве, на организации полного бардака, расхищения армии, шпионов поназначали всюду. Вот человек знает, вот человек убежден, что если в 19-м году он отдал голос за Зеленского, то Зеленскому можно. Вот это ощущение того, что ему все-таки можно. И я понимаю, что передо мной стоит непробиваемая, там такая железобетонная, даже не стена, это какой-то контрскарб, это дот, это дзот, это глубоко эшелонированная вот эта оборона. Потому что человек не готов, не готов принять ответственность на себя. И я говорю, подожди, ну, этот негодяй сказал, что нам надо готовиться к шашлыкам, и люди спокойно легли спать. Жители Мариуполя, Бучи, Гастомеля, они спокойно уложили спать детей, а на утро они уже получили обстрел. То есть они готовились к шашлыкам и увидели, что их дети сгорают в расстрелянных машинах вместо шашлыков. Я говорю, ответственность за это. Она мне говорит, а они правильно говорят, была бы паника. Я говорю, ты шизанулась, ты чокнулась. То есть была бы паника, и люди бы за два дня, за день стали бы уезжать без обстрела. По ним бы хотя бы не стреляли. Да, была бы паника без обстрела. Но Зеленский обеспечил панику в три раза большую под обстрелом расистов. Кто за это будет отвечать? Потому что был выбор между паникой без обстрела и паникой под обстрелом. Вот что вы выбрали в 19-м году стадо болванов. У вас был выбор, как и у Зеленского. Простой и понятный. Паника плохо в любом случае. Но паника без обстрела все-таки лучше. Коррупция без войны это лучше, чем война с коррупцией во время войны. Вот за что вы проголосовали в 19-м году. И когда я призываю своих зрителей не жалеть времени и переубеждать друзей, соседей, знакомых, я прекрасно понимаю, как это тяжело. Я понимаю, что вот этот вот вот этот вот кондовый, совковый идиотизм, нежелание принять на себя ответственность. Да, мальчик имел право дать людям панику под обстрелом. Но, друзья мои, эта ситуация, эта идиотская ситуация бегства от ответственности, она все равно не вечная. Ситуация всегда развивается, она всегда меняется, она меняется каждый день. И она меняется в первую очередь потому, что мы с вами введем разъяснительную работу. У нас украли свободу слова, нас обокрали единым марафоном. И поэтому мы, несмотря на всю тяжесть поставленной задачи, вот все вот эти факты, которые я перечислял, мы должны людям лично, а желательно еще и публично объяснять. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, пошлите это друзьям, знакомым, чтобы они это тоже разослали. Мы должны с вами эту разъяснительную работу вести. Это наша миссия, потому что последняя линия обороны Зеленского и его команды это рейтинг, который вот зиждется на вот этом ленивом, советском, бездумном желании сказать, что ничего не вижу, ничего не слышу и говорить ничего не буду. Вот это мы должны преодолевать. Да, работа тяжелая, поэтому напишите в комментариях о ваших достижениях на ниве вот этого фронта разъяснительной работы. Комментарии, лайки, обязательно подписка и рассылка по знакомым. Используйте, пожалуйста, мои аргументы каждый день. А я буду этих аргументов вам добавлять и добавлять с каждым видео. И победа, друзья мои, в чем я, как и вы, ни на секунду не сомневаюсь, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не сошевее.